День добрых дел У четырехлетней Амины озорной взгляд, худенькие ловкие руки и непослушные кудряшки. Она любитель шума и веселья. Еще бы, ведь долго-долго вокруг нее была тишина. При рождении у девочки случилось кровоизлияние в мозг. Проблемы нарастали. Мама внимательно и как могла спокойно выслушивала диагнозы в роддоме. Понимала, что проблем немало. Но слышала только главное – дочка жива. При выписке родителям сообщили, что аудиоскрининг на восприятие звуков Амина не прошла. На диагностику слуха под наркозом семья решилась только в два года, когда девочка научилась хорошо ходить и окрепла. Врачи диагностировали четвертую степень тугоухости. Это практически полная глухота. Мама вспоминает, это было как сильный удар по голове. А когда мы надели слуховой аппарат, то поняли, что поражение было настолько долгим и глубоким, что Амина уже не хотела слушать, отказывалась воспринимать информацию на слух. В Петербурге девочки сделали кахлеарную имплантацию. В тот день, когда аппарат подключили, Амина впервые услышала голос мамы. А когда спустились в метро, девочка сама по гулу определила, с какой стороны едет поезд. Потом было первое счастливое лето на море – поездка в дельфинарии. Амина там сидела, зажав уши. Она уловила ультразвук, на котором переговариваются дельфины. Но жизнь неслышащего человека невозможна в одночасье сделать обычной. Сейчас Амине нужно учиться всему – воспринимать звуки, понимать и говорить. Наш язык для нее как иностранный. У Амининой мамы есть мечта. Она хочет, чтобы ее дочка пошла учиться в обычную школу. И для этого у Амины есть все шансы. Конечно, это непростой путь, но попытаться можно. Сейчас Амина ходит в инклюзивный садик. И второй год посещает Центр поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Только там нашелся педагог-логопед, который знает, как работать с такими детьми. Но без нашей помощи Амине и другим ребятам, которые приходят вместе с ней на занятия в Центр, не справиться. Чтобы Центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе поможем собрать десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумму пожертвования цифрами. Например, «Ребята» – 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.